Гололёд в Москве-области вызвал всплеск аварий на дорогах. Подчас на одном и том же месте бились десятки машин. Это Носовихинское шоссе на въезде в Риотов. Накануне здесь произошло пять аварий. Водители в один голос обвиняли коммунальщиков в бездействии. Не смог остановиться на скользкой дороге. Машина потащила вперёд, зацепила одну, потом вбок и прижался ещё к этой машине. Очень скользко, вышли. Невозможно стоять даже на проезжей части. Дорога не посыпана, очень скользко на дороге. В результате торможения, так как мне ещё справа помешал автомобиль «Газель», я въехал в автомобиль «Фольксваген». И ударил. В результате скользкого, не посыпанная дорога. Теперь водителям предстоят солидные траты на ремонт автомобилей. И некоторые намерены добиваться компенсации от московских коммунальщиков, которые, по их мнению, вовремя не обработали дорогу реагентами. Впрочем, юристы говорят, что перспективы у таких дел крайне туманные. Боюсь, что перспектив у автовладельцев никаких при подаче искового заявления в адрес коммунальных служб. Если гололёд. Если гололёд, так как согласно нормам правил дорожного движения водитель обязан руководствоваться существующими погодными условиями и предпринимать все меры предосторожности, например, даже вплоть до остановки транспортного средства. Другое дело, если причиной аварии или поломки автомобиля стали ямы на дороге. Здесь нужно действовать чётко по схеме. Если ваш автомобиль всё-таки попал в яму и получил повреждения, необходимо вызвать обязательно сотрудников ГИБДД. Не переставлять автомобиль до их приезда, найти двух свидетелей, записать их контактные данные и по возможности зафиксировать всё на фото- и видеотехнику. Конечно, предстоит непростой путь по сбору всех документов. Но если это сделать, то шансы возместить ущерб и призвать к ответственности дорожной и коммунальной службы намного возрастёт. Сотрудники ГИБДД должны чётко установить причины ДТП, либо просто неисправности автомобиля. Частные случаи есть, когда действительно автовладельцы смогли доказать, что причиной ДТП являлась неправильная работа коммунальных служб. В прошлом году автоинспекторы в Реутове и Балашихе выдали более 1600 предписаний дорожным и коммунальным службам на устроение выбоин и ям на дорогах. Регулярно поступает обращение от автовладельцев. В городе Реутово порядка их 120 штук. Да, да, да. Тоже в администрацию направляем соответственную информацию. Всё это обсуждается за планированные мероприятия на 2017 год. То есть сейчас по информации администрации начатые работы по устранению этих дефектов. В этом году на ремонт городских дорог выделят почти 30 миллионов рублей. Ещё 4 потратят на замену старой разметки. К работе приступят, как только позволят погодные условия. Владислав Момот, Александр Поповля, РТВ.